Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях один из самых уважаемых и авторитетных членов депутатского корпуса Госдумы Российской Федерации. Депутат 4, 5, 6, 7 и уж мы надеемся на продолжение 8 созыва председатель комитета по делам национальности Гельмуддинов Ильдар Ирикович. Здравствуйте, Ильдар Ирикович! Здравствуйте! Бывший председатель комитета, в данном случае уже первый заместитель председателя комитета по делам национальности. Мы знаем, бывших председателей не бывает. А с вами журналист Казанского федерального университета Альберт Бигбов. Поскольку к нам сегодня зашел такой крупный авторитетный товарищ из Государственной Думы, мы хотим задать ему вопрос. Вот сейчас мы видим, как пошли стобальники с хорошими баллами ЕГЭ к нам. Сейчас идет приемная кампания в самом соку, в самом рассвете. И действительно мы видим улучшение качества образования у поступающих в Казанский федеральный университет, в абитуриентов. И есть ли связь с вашими ратными делами в Государственной Думе, с работой ваших коллег по Государственной Думе, и повышением качества образования, качества абитуриентов? Скажите, пожалуйста, Илья Олегович. Да, тогда нужно вернуться к системе образования в школе, потому что школа готовит вам этих абитуриентов, о чем мы всегда говорим нашим коллегам, работающим в высших учебных заведениях, что нужно со школами работать, со школами взаимодействовать. Этих ребят, которые являются потенциально вашими студентами, нужно уже там вести шестых-седьмых классов и готовить их поступление в высших учебных заведений. Как говорится, того, кто учится, и тот, кто студент, уже видно со школьницами. Это раньше и в советское время была такая система, и нужно где-то, может быть, вот эти, в какой-то мере, может быть, потеряны какие-то позиции, тоже надо вернуть. И мы, конечно, мы же радуем, чтобы именно в наши вузы поступали студенты, которые лучшие, которые стобальники, которые хорошо учатся, которые... Кстати, в Татарстане, Ильдар Ильич, по итогам вот этой прошедшей кампании по ЕГЭ, 245 стобальников, то на 17 стобальников больше результата прошлого года, и результаты вообще явно лучше средней России. Конечно, это в целом работа нашей системы образования, это работа государства. Вы же знаете, мы как никогда в последние годы в федеральный центр вкладывают деньги в систему образования, не только в высшую, но и в общее среднее образование. Мы выделяем деньги в рамках нацпроектов, это мы в бюджете рассматриваем, на строительство школ. Посмотрите, какие у нас строят сегодня школы. Уникальные, соответствующие уникальной материальной базой. Это ведь тоже отражается на качестве образования. Это кабинеты химии, физики, которые суперсовременные. Последние решения, связанные с оснащением так называемой точки роста даже сельских школ, современными компьютерами, технологическим оборудованием, оснащением классов химии, физики. Это все отражается на качестве обучения. Второе. Мы наполняем через разные программы педагогами. Земской учитель запустили. Таким образом стараемся увеличить качество образования и в сельской местности. Привлечь молодых. Да, не получится так, чтобы в городе у нас все есть, новые школы, а в сельской местности, ну и в поселках у нас же их много. У нас, как говорится, там и материальной базы нету, и педагогов нету. Сегодня и университет как никогда целенаправленно старается готовить специалистов в школы. Вы знаете, у нас были годы, когда в школы шли ребята, которые не хотели быть педагогами. Ну, самые низкие баллы были именно по специальностям педагог. То есть мы до того его, как бы, опустили, скажем так, уровень педагога, самые низкими баллами, даже не добирали бюджетные места. Столько лет было. Мы от этой практики же сегодня уходим. Ушли. Сегодня в школы, в принципе, идут ребята, которые имеют хорошее знание. Они готовятся быть педагогами. Это вот тоже отражение качества образования. Дальше. Вот ругаем, ругаем эту систему ЕГЭ. Да, не без... Не без изъянов. Да, изъянов много. Есть много вопросов, но тем не менее оно тоже совершенствуется. Сдача экзаменов, предметов, базовые, профильные и так далее. И последние годы, конечно, в 10-11 классы переходят ребята, которые нацелены на вузы. Нацелены. Остальная часть ребят, понимая, что у них возможностей меньше, они ищут другие пути совершенствования. Они идут в ПТУ, они идут в наши среднепрофессиональные технические училища, техникум и колледжи. По-моему, они даже ЕГЭ могут не сдавать. Конечно, они не сдают ЕГЭ, но у них через эти колледжи тоже есть возможность поступления в высшие учебные заведения. Они тоже в рамках этих техникум и колледжи совершенствуются, и у них уже больше возможности поступления в высшие учебные заведения. Если бы они остались в 10-11 классах, у них шансов было бы меньше. То есть, это внимание к высшему учебным заведениям, их материально-техническому оснащению. Посмотрите, на примере университета, другие авиационные, химико-технологические, другие вузы, насколько все-таки государство, выросла поддержка государства их материально-техническому оснащению. Это даже простой жилищный вопрос, эти кампусы, деревню, универсиады. Посмотрите, да, универсиада нам дала какой там кампус. Энергетический университет строит там шикарный второй общежитие, ну, даже им не назвать, и общежитие-то грешно. Другие учебные заведения тоже в этом направлении двигаются. Государство дает гранты, поддержку на разных направлениях. Появляются новые специальности, которые заманивают биомедицина, в области информатики, в области цифровизации. Это ведь для молодежи интересно, они сегодня, все знаем, сидят в этих гаджетах, в интернетах. Соответственно, мы, давая эти направления, тоже увеличиваем шансы их поступления и шансы большего принятия абитуриентов. То есть, это комплекс мер со стороны государства, в том числе, понимая, вкладывать деньги и в систему общего образования, и высшего образования, для того, чтобы мы получили вот тех абитуриентов, о которых вы говорите. Тем более, мы сегодня рассматриваем страну в целом как единое образовательное пространство. Сегодня ребенок с любого района, если он хорошо учится, сдает, сдал экзамены, может поступить в любое высшее учебное заведение страны. В Питер, в Москву, в наш Казанский университет, да и в Казани, в наши вузы очень сильные. Поэтому, вот, мне кажется, что мы в правильном направлении двигаемся, как бы ни говорили, есть моменты ущербности ЕГЭ, которые, может быть, немножко понимание комплекса предметов снижает. Ребята иногда только зацикливаются на каком-то там своих направлении. Обвиняет, вот обвиняет Ильдар Ирикович, это самые горячие противники ЕГЭ, они говорят, что ЕГЭ настраивает на механическое зазубривание тестов, и вот советская система образования, она проходила через устные собеседования, через устные экзамены. Сегодня у вузов, у всех практически есть возможность и дополнительные условия, дополнительные требования, скажем так, да, при поступлении в высшее учебное заведение. Это ведь тоже определенная, как бы, дает возможность ребятам ориентироваться. А при том есть механизм так называемого целевого приема, целевого обучения. Я сам не очень сторонник целевого приема, считаю, что она, к сожалению, не дает того эффекта, который мы хотели бы. Мы же что хотели? Чтобы мы, государство, таким образом закрыло потребность в тех профессиях, которые она сегодня нуждается. Будь то в экономике, будь то в бюджетной серии, там, учителя, в сельском хозяйстве, в строительной отрасли, в производстве. Но, к сожалению, вот этот механизм, он до конца не работает. Ребята еще не определились выбором после школы, именно по какой профессии они даже, если поступают, пойдут. Потом, понимая, что, может быть, понимая, что туда не хотят пойти, который у них, ну, по целевому направлению, расторгать любыми путями контракт, было бы, наверное, более правильно нам в будущем, для того, чтобы вот эту тему как бы закрыть, обеспеченной специалистами нашу, значит, экономике, более целевой обучение. То есть уже после, там, второго курса, например, если дальше хочешь учиться за бюджетные деньги, подписываешь контракт, и уже в этом, и дальше уже учишься вот в рампах этого контракта, понимая, что ты минимум на три года пойдешь работать туда, где написано в этом контракте. И плюс та сторона, которая подписала, будет понимать, какие условия работа тебе предлагает. Конечно, повышены стипендии во время обучения, там, проживание в общежитии, практика и оплата во время практики, ну и, конечно, какая будет у тебя зарплата по приезду, и какие условия жития-бытия создают. То есть, вот мне более импонирует вот этот механизм, и мы должны его до конца, хотя есть закон, нормы, но вот до конца доработать. Ну, вот я к чему завершаю этот, как бы, этот подход. Есть вопросы, есть проблемы, но, тем не менее, есть вопросы, связанные с самой системой, школьной системой образования. Нам нужно больше целевым образом подготовить педагогов, соответственно, их прямо отбирать со школьной скамьи, там, педагогические классы, повышенные стипендии, чтобы сильно битуренты шли в педагоги и вернулись с педагогами. Вернуть уважение к профессии. Да, да, это многое за... Какие мы программы не придумали, какие бы мы там по каким-то модулям не обучались, там, главный человек – это педагог. От него зависит, как он и тот или иной предмет сделать так, что получим одаренных ребят, и не только знающих, но и воспитанных. Через каждый предмет должен, химия, физика, история, должен идти элемент воспитания, а это зависит от педагога. Вот с учетом этих недостатков единый государственный экзамен надо дальше совершенствовать. Многие ряды других вопросов. Обеспечить материальной базой все школы привести в порядок, не только новые школы, где тут шикарные условия, там, по два бассейна, там, по два спортзала, там, химии шикарные, физика, а у нас в некоторых школах нету даже оборудования, которые устарели, значит, опыты-то невозможно сделать. То есть, вот, дальше совершенствуют эту базу, но мы все равно должны поднимать уровень этих абитуриентов и вам давать, ну, и систему высшего образования, зарплата, в том числе для педагогов, и системы высшего образования, и в школе, материал-техническое оснащение, увеличение количества бюджетных мест и дальше, оно и дальше будет. Качество, ну, наличие общежитий, современные шикарные студенческие кампусы, да, не такие, как у нас разбросаны иногда по всему городу маленькие какие-то островки, там, да, многое-много другое. Мы в этом направлении двигаемся. Государственная дума предметно занимается по каждой позиции. Нету в системе образования, нету, не должно быть мелочей. И мы, вот, должны прийти к тому, что вы сказали. Ильдар Ильич, вот, вот, все это не было бы возможным без саппорта, без поддержки Государственной думы, всех этих процессов. И, вот, скажите, я вот, иногда у меня складывается впечатление, может, оно неверное, то иногда это идет какими-то всплесками. То есть, вот, там, выступил Путин, условно говоря, обозначил цели, и тут в Госдуме началось шевеление, бах, подняли там учителям зарплату. То есть, работа эта идет всплесками или все-таки систематически? Нет, работа идет систематически. Вот все темы, которые даже звучат из уст президента, они все равно готовятся на площадках Государственной думы. Это и парламентские слушания, это заседание комитетов, это контроль над уже принятыми законами в рамках национальных проектов, это взаимодействие с министерствами, ведомствами. Это все вот такая полномерная, равномерная. Планомерная, системная работа. Где-то иногда наши инициативы, может быть, не выстреливают, как мы хотели бы, да, там, правительство, может быть, и структура, которая обязана реализовать это решение до конца, не реализовывает. Вот тогда приходится, скажем так, уже слово иногда президент говорит в поддержку того, что мы уже обсуждали. И у нас есть возможность заложить в уста президента то или иное решение в какой-то мере, да. Поэтому я хочу сказать, что мы работаем в тандеме, в понимании друг друга, а не просто не в разнобой и не ожидая иногда там, скажем, что... Есть, еще раз говорю, есть, когда принятие нормативно-правовых документов в исполнении законов, они запаздывают. Мы это не скрываем, неоднократно говорим и правительству, что тот или иной закон принят, а ее реализация, она не идет, потому что не принято десятки постановлений правительства или соответствующие приказы положения министерств, ведомств. Вот приходится и с ними как бы бодаться в какой-то мере. Иногда, как главный арбитр, уже президент даст немножко ускорение, и все как бы так, немножко шестеренки быстрее шевелятся. Вот реализация национальных проектов, много критических высказываний идет со стороны оппозиционно настроенных, ну и даже умеренные, в общем-то, люди говорят, что вот там скрипит прохождение национальных проектов, и сейчас вот пошел новую институцию ввели, то есть вице-премьеры, тоже сейчас в какой-то мере отвечают на национальные проекты, а вот сама Госдума как работает? Ну, вы знаете, страна большая, если сказать, что все у нас должно быть идеально, и как по маслу, конечно, не просто. Еще раз говорю, страна огромная, субъекты по своей экономике, по своим возможностям очень, ну, очень разные, ну, просто очень разные. И какие возможности у Москвы, там, в конце концов, у нашего Татарстана, или там республик регионов, где там есть серьезные производственные отрасли, конечно, у них другие, есть регионы, которые даже наши соседи у них совсем туго, ну, понятно, она не может... Как Марат Шакердянович сказал, ну, что мне вот эта еврейская область, она... Хотя это тоже часть нашей страны, она и там люди стараются, работают, поэтому надо это понимать, но тем не менее, тем не менее, даже мы говорили, что у нас появятся дополнительные бюджетные места в системе высшего образования, оно появилось. Мы говорили о том, что мы будем поддерживать высшеучебные заведения, матеротехическое оснащение, оно появляется. Мы говорили о том, что нужно искать варианты увеличения заработной платы педагогов, оно, значит, идет. Ряд... То есть, взять любые другие направления системы образования, там, если даже школы. Вот когда было так, чтобы федеральный бюджет давал деньги на строительство школ, детских садиков, никогда такого не было. Это полномочия субъектов, регионов строить школы, открывать детские садики. Никогда. Но в рамках программы регионы республики получают такую поддержку. Это финансирование. Конечно, конечно. И на строительство школ, и на строительство детских садиков. Даже больше того, мы планируем, но не мы, а вместе, конечно, и исполнительной властью, и при поддержке президента, о том, чтобы запустить федеральную программу капитального ремонта школ. Если республика у нас занимается... Вот пример. То же самое. Если республика уже сама нашла возможность, уже несколько лет занимается капитальным ремонтом школ, то во многих субъектах его практически же нет. И вот только-только сейчас мы в какой-то мере вынуждены запускать такую федеральную программу, для того, чтобы простимулировать регионы, чтобы они занимались ремонтом. Помните, это буквально несколько месяцев назад была рекламная акция, то ли доместоса, то ли какого-то там умывального порошка они запустили на самый запущенный школьный туалет. И со всей России шли снимки ужасные. То есть, действительно, есть такая проблема. Надо колы капитально ремонтировать. Это ведь национальные проекты. Поэтому Татарстан только по всем этим национальным проектам около 30 миллиардов рублей будет получать на то, чтобы их по разным отраслям реализовывать. Культура, образование, медицин. Медицина. Никогда Федеральный Центр целевым образом не давал денег на ремонт поликлиник, больниц, ФАПов. На приобретение машин скорой помощи. Это всегда было региональное, скажем так, полномочие. На жилье, на тот же, например, поддержку сельской ипотеки, там, да, льгодная. Когда это было? Поэтому я считаю, что национальные проекты реализуются. И как никогда в республике Тарстан. Да, из-за того, что страна, она у нас большая и регионы разные, уровень обеспеченности разный, на разном уровне, его реализация по-разному. Вот в этом есть вопрос, проблема. Мы даже, понимая, что рядом с субъектом нужна отдельная поддержка, определили 10 субъектов наиболее, скажем так, ну, неразвитых или экономически отсталых. И прямо в бюджете страны предусмотрели персонально для этих 10 субъектов отдельное, значит, финансирование, правда, там, по одному миллиарду, скажем так, да, но тем не менее, чтобы их поддержать, вот, побольше, чем другие, как бы, вот, подтянуть ближе к середине. Вот это просто пример тому, что, почему, скажем так, где-то что-то буксует, почему нельзя вот сказать, вот у нас на... Она должна равномерно развиваться, иначе получим какие-то пояса благополучия. Конечно, вот пример, опять-таки, возвращаясь к учителям-педагогам. В Москве, там, зарплата педагогов при средней зарплате 100 тысяч рублей, там, и 150, есть, и 180 тысяч рублей, дальше идем ближе, там, Московской области, там, уже 70, там, 90 тысяч, дальше идем к нам, это зарплата уже, там, менее, там, 40 тысяч рублей, да, Есть регионы, где, там, 25 тысяч рублей, где есть 18 тысяч рублей, где, соответственно... Ну, вот, чему такой педагог за 18 тысяч рублей может научить детей? Практически, практически, то выполняет тот же объем работы. Тот же объем работы оценивается вот в одном регионе так. Конечно, для нас это задача, которую мы должны решать. Есть у нас рабочая группа сформированная, где мы обсуждаем, что должна быть на один и тот же объем работы часов, например, там, да, ну, условно пока называю, за 18 часов одинаковая заработная плата, там, 70% базовой, например, называем базовой части. И, конечно, оставшиеся 30% это уже надбавки, там, исходя из региона, там, да, коэффициенты, плюс за, значит, за звание, за стаж, там, и так далее, и тому подобное. То есть, такой подход уже обсуждается, и надеюсь, что он будет более, значит, справедлив. Где 18 тысяч уходит, где там за 30 тысяч, где педагоги за 30 тысяч уходят, там, ищут возможности уехать, где там под 70-90 тысяч, и если уже Москва принимает, надо же еще попасть, найти, потому что там свободных мест, как таковы, нет. Вот она таким образом. Даже по другим специальностям у нас такая проблема есть. Вот вы много сделали в Госдуме по молодежной политике. Не секрет, что сейчас молодежь, она действительно испытывает достаточно сильное давление. Это и связано с тем, что, вот, например, учеба, учеба для молодежи, она высшее образование. Несмотря на то, что, вот, Путин в последнее время увеличил резко количество бюджетных мест в вузах, все равно проблема дороговизны обучения и растущих цен на него, она имеет место быть и задает вопросы, когда это все кончится, когда вот, ну, есть Германия, пожалуйста, высшее образование бесплатное, какие-то другие страны, которые поддерживают молодежь, идущую в вузы, деньгами. Когда мы придем к этому, Эльдар Ирекович? Ну, вы знаете, у нас ведь бюджетных мест тоже достаточно большое количество. Мы же не можем, наверное, всех и вся, кто желает, всем дать бюджетные места, обеспечив у нас, у нас сегодня количество бюджетных мест почти 60% от количества выпускников. То есть, ну, какая-то конкуренция же, наверное, все-таки должна быть для того, чтобы получить высшее образование. Если будет каждый поступать, но окончивший, там, 11 классов, ну, я не знаю, насколько это будет на качество публики. Даже в советское время, обратите внимание, вот кто поступал в советское время, у нас всегда была планка, не более 30% от выпускников 10-х классов поступали в высшую учебную заведение. Вы же знаете, вот я сельский парень, если кто-то у нас поступил там в институт, ты там в деревне был там бог и царь. Если уже ты в университет поступил, ну, это вообще, как бы, не знаю, небеса. Но, тем не менее, было квоты, были квоты. Были квоты, но, еще раз говорю, не более 30% от выпускников. И был конкурс. Тем более, еще поступать-то не всегда было. Обратите внимание, вот, под тем же, когда появился единый государственный экзамен, у нас на 40% увеличилось количество ребят, поступавших из сельской местности. То есть, у них появился намного больше шансов, потому что он в какой-то мере убрал вот этот коррупционный составляющий, там, когда нужно было договариваться, когда нужно было деньги заплатить. Но это же все знают об этом, что поступить в институт, там, анекдоты же огромное количество только для того, чтобы, что делали родители для того, чтобы ребенок поступил в высшую учебную заведение. Но, еще раз говорю, у нас немаленькое количество бюджетных мест, оно достаточно, тем более, оно увеличивается с каждым годом. Ну, вот, да, последние инициативы Путина в этом. Да, она же у нас привязана, в том числе, она должна объективно увеличиться, потому что мы привязали его, там должно быть, на 10 тысяч населения, от 18-30, там, 800 мест на граждан от 18 до 30 лет. Поэтому, я считаю, что... Пока государство делает все возможное. Да, пока государство делает все возможное, но тут нужно подумать другую составляющую. Вот то, что вы сказали, увеличивается платная составляющая, инфляция, необходимость содержать большое, огромное количество объектов высшим учебным заведением, в какой-то мере часть оплаты идет на содержание и преподавательского состава, и технического состава, и общежития, потому что, понятно же, ту плату, которая есть за общежитие, это не компенсирует, это государство уже, значит, поддерживает. Здесь же есть еще понятие налоговых вычетов, вот тут-то бы можно было бы подумать. Сегодня для тех, кто оплачивает обучение, налоговые вычеты составляют 50 тысяч рублей. То есть 50 тысяч рублей есть налоговые вычеты. Возможно, можно было бы подумать, поднять эту планку... Еще выше. Еще выше. Инфляция же принимается. Это решение было принято давным-давно, там, несколько десятков лет. 50 это совсем ни о чем. Вот здесь бы я сторонник того, что вот здесь можно было бы подумать, посмотреть, поднять эту планку с тем, чтобы тем, кто платит за обучение ребенка, чтобы государство, ну, вот, в какой-то мере поддержало, возвращало часть средств. Ну, возможно, еще ряд других мер посмотреть, да. К этой теме нужно возвращаться, тем и надо заниматься. Но все равно за ней следить надо, потому что, да, мы все понимаем, раз морковка растет, то и стоим, там, бензин растет, подсолнечное масло растет. Почему не должна стоять на месте плата в ВУЗе, но все равно какой-то предел роста должен быть, и он как-то должен регулироваться, что ли, что ли, там, может быть, там, какой-то коэффициент инфляции. Ну, это все по желанию в Восьмой Думе. Ну, у нас, вы помните, были ситуации, когда резко повысились на общежитии платы, все, как договорились, начали резко понимать. И мы, кстати, взялись, скажем так, за эту работу и, в принципе, навели порядок, и ограничили плату, и увеличили государственную поддержку на содержание общежитий. То есть сегодня уже она, скажем так, у нас нет, к нам нет обращений, связанных, что вот очень сумасшедшие, там, большие средства на то, чтобы жить в общежитиях. Ну, дай бог Восьмая Дума продолжит и все это, все эти пожелания реализует, и, по крайней мере, защитит россиян от вот подобных эксцессов, когда там растут цены, и не только на образование, но и на все. Ильдар Ильич, вот вы были председателем Комитета по делам национальности, и вы участвовали, я очень хорошо помню, вы участвовали в этих драматических событиях, когда президент Путин, еж короля, помните тогда, он, как-то это у него получилось, но дальше это пошло, и начался так называемый языковой кризис, связанный с тем, что там родные языки стали необязательными, потом была целая кампания, где вы принимали достаточно активное участие, защищая тему преподавания родных языков. И скажите, вот сейчас, насколько я понял, это вылилось в новые ГОСы, что можно? Ну, во-первых, и существующие федеральные государственные образцы стандарты предусматривают наличие предмета родной язык в обязательной части учебной программы. Хочу сказать, что родной язык и родная литература – это такой же предмет, как история, как математика, как физика, как русский язык, который находится в обязательной части учебной программы. В обязательной части. Хочу напомнить, что учебную программу формирует сама образовательная организация. То есть не спускается сверху, ни снизу, и никто не имеет права вмешиваться. Какое количество часов, на какие предметы? То есть никакие поправки к закону образования? Абсолютно. Тот закон, который был принят, он гласит о том, что вот в рамках уже находящегося в обязательной части учебной программы предмета родной язык, родители учащихся и справа, какой именно родной язык изучать, выбирать. Чувашский родной язык, Марийский родной язык, Татарский родной язык. И есть такое новое, значит, ввели новое специальное, чтобы вот такой выбор был, русский родной язык. Поэтому говорить о том, что нельзя в школе, там, не в обязательной части изучение родного языка, это неправильно. У нас два... Вообще, соответствием ГОСами, соответственно, примерно учебными программами, можно изучать все на родном языке. У нас в республике 27% школ, все предметы, ну, понятно, кроме русского языка и литературы, изучают на татарском языке, например. Историю, и химию, и физику, и математику. У нас есть школы и в городе, но это в основном, конечно, сельские местности, но у нас в городе есть школы, есть гимназии, которые... Вот я, как пример, всегда Челны привожу, например, в Челнах вторая школа, там, да, гимназия. Они изучают с первого по одиннадцатый класс все предметы на родном языке, кроме, когда появляется предмет химия, физика, математика, они его на русском языке. Все остальные, общественное знание, там, история и так далее, все на татарском языке. То есть, пожалуйста, ты выбираешь именно эту учебную программу, школа выбирать, не родителей, никакого отношения родителей к выбору учебной программы не имеют. Хотя... Еще раз повторю. Хотя были ли они по этому поводу. Никакого отношения образовательной организации сама. Да, у них появляется право, у учащихся, у родителей, когда уже учебная программа формирована, и там присутствует учебный предмет, так, родной язык и литература, то ли три часа, то ли пять часов, то ли там четыре часа. У них есть право, какой именно родной язык выбирать. Это да. Поэтому, ну, я уже не думаю, что в республике у нас есть школы, которые выбрали бы учебную программу, рекомендованную, без родного языка. Эта сторона тоже, она неправильна, потому что это тоже нарушение конституционных прав граждан. Если ты, школа, берешь учебные рекомендованные программы, а такие программы тоже есть, без изучения, ну... Да, варианты фогусов. Варианты, варианты, да, варианты не фогусов, а варианты учебной программы. Ты выбираешь, но как ты можешь его выбрать, если образовательная организация, если у тебя есть граждане, которые хотели бы изучать родной язык, ты их лишаешь законного права выбора родного языка. Ведь такая каша была разбредена несколько лет назад. Вы знаете, мы и сами виноваты в том, что в какой-то мере вот это, скажем так, брожение, кризис, скажем так, во-первых, в том, что мы, как объявляя, например, татарский язык, как в статусе государственного языка республик Татарстан, в равном количестве часам, изъяв в какой-то мере у русского языка литературу часы, начали изучать в обязательном порядке всех, в том числе и русскоязычных детей. Конечно, по 4-5 часов изучения у них вызвало отторжение там, да, очень сложно там предмет. Тем более, как таковой, как предмет в статусе государственного языка, у нас нет такого предмета. И сегодня он нет. Вот, кстати, в Новых ФГОСах, который буквально в июле месяце утвердил Министерство просвещения, там есть, там присутствует такой предмет, как государственный язык республик. Соответственно, нам нужно такую учебную программу, нам нужен такой учебник, который можно было бы предложить, и уже могут и русскоязычные родители, там, или учащиеся другие, могут выбрать в рамках изучения часов родной язык, например, не русский родной язык, зачем им, некоторым, например, еще к 6-7 часам русского родного языка литературы, еще 3 часа родного языка, который, в принципе, он такой как бы предмет, ну, больше знакомительный, больше о истории языка и так далее, там, да, они могли бы выбрать там уже как предмет государства татарский язык, понимая, что они живут в Татарстане, и вот, но этот предмет, он не в статусе родного языка, и он не погружает ни в грамматику, там, ни в сложности, а именно, прямо так написано, прямо вот во ВГОСах рекомендую, что он вот в таком для разговорного жанра, для понимания, для общения, для, абсолютно верно, я бы с удовольствием выбрал бы, но это первая причина была, когда вот мы погрузили в ненужном объеме, я считаю, что у нас была задача такая, чтобы всех русскоязычных детей вот обучить татарскому языку. Мы должны были им дать возможность такие учебники, такие программы. Второе, мы напрочь забыли, что у нас присутствует, значит, дошкольная система образования, мы практически там не занимались обучением, в том числе билингвальное образование, полилингвальное образование, у нас и педагогов толком не было. Ребенок до пяти лет усваивает все, несколько языков может усвоить. Мы этим занимались, мы не занимались. Мы забыли про интересные современные методики, программы, которые в игровой форме вовлекают ребенка в языковой процесс. Мультфильмы, сказки, а готовы были у нас педагоги работать с этими методиками? А не были у нас эти методики? Мы с четвертого класса грамматику впаяли, извиняюсь. Ой, я до сих пор, например, вспоминаю как-то. То есть с первого класса, извиняюсь, с первого класса. Зачем нам грамматика с первого класса? Объясните мне. Даже мы, которые закончили национальную школу, только с четвертого класса появлялась грамматика. Сначала ребенка нужно вовлесть, завлесть, заинтересовать. А мы с первого класса, ни родители не могут, толком не знают, ни ребенок. Отторжение от языка. Третье. Мы разделили на группы. То, кто знает, там русскоязычные дети несколько часов обучают, они получают, как будто изучают татарский язык, пятерочки. А ребята, которые в татарской группе, там погружаются, стараются, не получается, на тебе троечка. Родители говорят, а зачем мне нужна эта группа? Потому что моему ребенку нужна оценка, и она влияет на общую оценку. Не нужно, я вон, не буду изучать. Я пошел вот там на группу, где там вообще, как бы скажем так, проходит так, поверху. Да, потому что табель не портится. Это я еще назвал несколько только причин, а мы узаконили учебники, которые учатся в национальных школах наши дети по переводным учебникам. Мы же только-только в этом году, хорошо, совместными усилиями Министерства просвещения, руководства республики, мы только-только, вот 38 учебников сдали на экспертизу на попадание в реестр, и нам нужно еще энное количество таких учебников сделать. Кто нам мешал этим делом заняться-то? Почему мы не занимаемся? Что мы ждали-то? Из Москвы приедут, нам сделают. Там из других. То есть причин, серьезных причин для того, чтобы она вот, ситуация возникла в системе образования, она присутствовала. Нам нужно сейчас из этой ситуации сделать выводы, какие у нас есть, как мы должны действовать, дорожную карту, скажем так, выстроить. Что делаем в начальной школе? Какие новые, значит, методики делаем? Какие новые интересные учебники делаем? Как мы мотивируем нужные мотивации, ребят? Что мы делаем для мотивации? В том числе с федеральным центром. Включать в олимпиадное движение. Университет мог бы помочь в этом отношении? Университет работает. Университет сделал бы олимпиаду по родным языкам, например, но для этого нужно попадать в приказ Министерства образования, приказом которого утверждается Всероссийская Олимпиада, которая дает право уже определенной преференции при поступлении в высшую учебное заведение по профилю. Это, кстати, новости до последнего времени. У нас в приказе нас нет. Нету. Есть китайские, есть любой язык, татарского, например, чувашского, марийского Олимпиады. Движения нету. Это, ну, учебники до конца узаконить. Еще раз говорю, другие мотивационные, значит, элементы искать, там, с родителем, педагогом. Вот, нужно целый комплекс мер в системе образования для того, чтобы мы могли сказать, мы, государство, сделали все для того, чтобы родной язык присутствовал в системе образования, и он комфортен, и он с пониманием для каждого уровня системы образования, начиная от дошкольного, начального, среднего, общего образования, и вот дальше думать, узаконив учебник, и думать дальше. А почему бы у ребенка не было права, кто учится в национальной школе, сдавать экзамен на родном языке? Почему бы нет? Но чтобы это право реализовать, нужны нам КИМы, контрольно-измерительные материалы. А они у нас есть? Их у нас нет. Их у нас нет. Их нужно сделать, разработать, утвердить, и дальше уже мы имеем право принимать у ребенка по истории, по химии, по другому, экзамен на родном языке. Сегодня мы этого не можем. Учебники. Ну, еще раз про учебники сказал, что сегодня работа идет по этим переводным... Они сегодня еще не учебники, а пособия. Мы их должны... Утвердить. Включить в федеральный рестор. Поэтому мы видим, какие пути, какие подходы есть для того, чтобы эту тему решать. Не надо по этому поводу покрывать пеплом голову и искать, сейчас сегодня уже, искать, кто виноват, кого давайте сделаем крайним. Родители, школа там, государство, депутаты. А просто вот, еще раз говорю, с этой серьезной аналитикой по каждому этапу сделать дорожную карту и двигаться. Все зависит от нас. Не надо ждать ни Москву, ни Берлин, ни Лондон. Кто-то приедет нам все это дело сделать, и мы завтра будем учиться родному языку. Ильдар Ильикович, я вот вижу, что, да, действительно присутствует системное понимание, куда двигаться дальше и как работать над этой проблемой. В отличие от того, вот как вы говорили, когда там перегибы были вот эти, давайте там татарским 6 дней в неделю заниматься доходило до этих перегибов. А сейчас... Да и сейчас можно, хоть, еще раз говорю, хоть обучайся, но это должно быть на основе... Но это на основе вот... На иной основе. На иной основе. Вот, и есть такое ясное понимание. Хочется, конечно, пожелать, чтобы действительно все двигалось в этом направлении. Но я хочу лишь заметить, что крики и вопли, помните, года 3 назад, или там полыхало когда, и сейчас этого уже не слышно. Люди же видят, что да, работа ведется, да, там какие-то пути есть. Они же понимают, что им показывают экспертизу, говорят, да, вот мы сейчас кимы будем, учебники, пособия, планы новые сверстывать. Но понимание-то есть и у людей, что на месте не сидят, а что-то делают. И действительно хочется пожелать, чтобы новый состав Государственной Думы, и неважно, Ильдар Ильикович, попадете вы туда, не попадете, мы все вас знаем как борца за родной язык, как последовательного отстаивателя интересов нашего Татарстана в Нижней Палате нашего доконодательного органа. И поэтому хочется действительно вам пожелать успехов вне зависимости от дальнейшего развития событий. Мы с удовольствием, я думаю, что наши телезрители, мы сейчас посмотрели, послушали одного из самых уважаемых членов Депутатского корпуса Госдумы, Гельмуддинова Ильдара Ириковича. И с вами был журналист Казанского федерального университета Бигбов Альберт. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok